Загородные лагеря и смены дневного пребывания в школах, санаториях, турпоходы – неполный перечень возможностей для летнего отдыха школьников в этом году. Напомним, что в прошлом из-за пандемии коронавируса лагерь в санатории «Сосновый Бор» не работал. Отличники не ездили в Анапу в рамках областного проекта «Поезд здоровья». Да и загородных лагерей лишь три открылись. Этим летом загородные базы будут работать все, но в режиме обсервации. Количество смен – пять. Продолжительность каждой – 14 дней. Если мы принимаем решение, что сотрудники у нас будут выезжать за пределы учреждения, то они обязаны будут раздавать ПЦРы. Очень часто из этого надо будет постоянные деньги. Этот момент – один момент. Второе требование, которое сегодня существует, что все работники загородных лагерей, которые будут работать в нашем учреждении, они должны быть обязательно привиты от ковида и желательно, чтобы у них на момент заезда было уже две прививки. Особое внимание, как и в прошлые годы, уделено антитеррористической защищенности детей. Все учреждения у нас имеют паспорта безопасности, везде работают кнопки тревожной сигнализации, договоры на обслуживание с отключенным. На всех объектах обеспечена у нас ценностность периметрального ограждения, функционирует система видеонаблюдения, оборудованная КПП для сотрудников ЧОП. В загородных лагерях поправят здоровье порядка 6800 юных тагильчан. На базе школы и учреждений дополнительного образования будет создано более 50 лагерей дневного пребывания для 4000 детей. Еще 16 лагерей откроются в преспортшколах для более 2500 ребят. Более 18000 отправятся в различные туристические походы и экспедиции. Согласно планам, различными формами организованного отдыха будут охвачены 80% детей Нижнего Тагила. Это 37 306 человек. Отдельно у нас вопрос касается программ отдыха и оздоровления. В этом году мы посвятили это содержание программ воспитательного города и трудовой доблести и году медицинского работника, который в России объявлен, а также году писателя в Северской области. На финансирование летней оздоровительной кампании выделено почти 197 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. Из них более 50 миллионов направлены на капитальные и текущие ремонты лагерей. Вопросов на сегодняшний день практически нет. Все необходимые меры предприняты, путевки распределены, поэтому лагеря готовы. Сегодня последние штрихи в любом случае, то есть акценты отдельные как на вакцинации, так и на сдачу ПЦРов сотрудниками лагеря непосредственно. Идея ограничения, которые с этим связаны. Поэтому сегодня все в планном порядке. Мы готовимся с 3-го часа начать работу наших перейдей. Именно с 3-го июня начнутся заезды в загородные оздоровительные лагеря на первую смену. В конце мая запланирована приемка каждого учреждения.